Молитесь. Молитесь. Геннадий Тиханович, молитесь. Боже, будь милостью ко мне грешного. Создав имя Господи и помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть я, кого истину, блажите тебе, Богородицу, пресноблажанную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим и славнейшую воистину, Серафим, безысление Бога, Слово, родишу и сущую, Богородицу тебя величай. Слава Свою Сыну и Святому Духу И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертое, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, молитва ради причисти Твоя, Матери, силы щаснагожевтарящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благое си, и человека любец. Аминь. Божию милостью будь мне грешному, создав имя Господи и помилуй мя. Бесчиславис и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благие души наши. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и вовеки в Европе, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и вовеки веков, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавой и в Твое царство и силы и слава веки, аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу с постели, от сна Ты поднял меня, Господи, умы просвети и сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется идея, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Став после сна благодоверия, святая Троица, что по великой Твоей милости и долгой терпению, ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычно этого человека, любя и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Словом Твое, уразумевать заповеди Твое, исполнять волю Твою. И открою уставы, чтобы прославлять Тебе в благодатном сердце, воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Солом четвертый. Солом четвертый. Когда я взываю, услышь меня, Божие, правды моей, в тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя Святого Своего, Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы, правды, и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли глаз у вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Несчастивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты, Богу, погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему, страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй передо мной путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердца их пагуба, горта них открытый гроб, языком своим льстят. А суди их, Боже, допадут они от замыслов своих, по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой любящее имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Господи, не в ярости Твоей обречай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена, Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь я мываю ложи мою, слезами моими омочаю постель мою, и сохло от печали око мою, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, посреди ночи приношу Тебе песни спаси, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгреховный день, Христе Божий. И спаси меня. Молодыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосерии Твою принимаю за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня. И вели в царство Твое вечно, ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, владыка, творец всего сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил бесплотных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы, надеясь на обилие сострадания Твое, утворим Тебе из нечистых уст. Прости на прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общий судья придется славу сдать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. Готоми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанного красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель, Покровитель бедной моей души и дела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если о чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычество Моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного, раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, всескверные, лукавые, хуйные помышления от несчастного моего сердца. И от повораченного ума моего и погаси пламень страстей моих, ибо я не счастлива. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, наберений и о соборе от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Ольга, Анатолий, Ездра, Екатерина, Юрий, Надежда, Сергий, Бо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословен и ты между женами и благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка, родители, братья, и сестер, начальников, благодетелей, и всех ближних моих родственников, друзей, всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага. Не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоих, дару им здравия и спасения души, ибо Ты благо любишь людей. Аминь. 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 Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, им дару им Царствие Небесное, со святыми покой Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда блаженная и пренепорочная Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойно большей почести, чем Херувима, несравненно славнейшего Небесного Фима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобную Богоносных Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже, наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту, вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобу, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на пути стены добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени, научи их благочестиво, добрительно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевное, телесное, успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, увозри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их святом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели усвоив изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне, пресно, и во веки веков. Аминь. Молите всегда тихо, сейчас. Спасибо, Господи, помилую самых духовных благодетелей митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Анна, Россия, Вадима, Зачем, Молития, Андрея, Максима, Владимира и Глеба не дай погибну и Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Павла, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диадора, Тихона и весь священнический и инощеский чин и высшие истинные служители твоих миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и нам дающим священникам свободно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх на них и через них сотвори благое от церкви твоей и сохрани их от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардагена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет и научи нас, Господи, ценить это мирное время, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там богослови. Андрея, Игоря, Игоря, Серахима, Владимира и обратись к себе. Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа, пришли добрые жители с детьми, знающими и любящими уставы твои святые. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмила, Нина, Левкина. И реши пределы в общем найденовые души, побуди всех благовестием. Благодарю Тебя, Господь, за эту тихую и мирную ночь, как Ты дивно хранил нас. Косни сердце Алексея, обрати его, не дай ему погибнуть в упорстве безбожие и дай ему истинное покаяние. И это обольщение мирской славы и похоти, исторги из него. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, возри на угрозы врагов, не дай им исполнится замысла их, примири их с нами. Коснись их сердца Максима, Александра, Александра, Сергея, Виктор, помилуй нас, Боже, помилуй нас и от пьянства избавлюсь. Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря и благодетели наших благослови. Воздаем добром Елену, Людмилу, Татьяну, Нюнилу, Коженчину, Нюнилу, Александру, Надежду обрати, Давыда, Юрия, Евгения, Наталья. Господи Боже наш, слава Тебе, посети болящих, укрепи их, дай силы перенести страдания безропотно и пошли мы в исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Надежда, Валентина, 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 Татьяна, Татьяна, Младенца, Анастасия, Помилуй нас, Боже наш, помилуй нас, слава Тебе, Христе Боже наш, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас, и сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути, и трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, помогающий, Спаси, Господи, воздаем добром, и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Лонча, и надеемся в наше радство Игдокея, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марии, и Татьяну, И Романа, Исбак, Духа, Лжи, не дай ему погибнуть в упорстве и ожесточении сердца, и благослови путешествующих, и возврати их в мире Раиса, Льва, Виктора, Лидию, Виталия, благослови, Господи, Никита, Виталия, Романа, и нас помилуй, милости твоей я ради, благослови Валентину, Екатерину, Надежду, Надежду, Ельгения, Анастасию, Наталью, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Екатерину, Екатерину, Галину, с кем познакомились, кому возвестили слово истины, спаси их, Господи, и помилуй и молящихся с нами. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, наш Бог Егова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя, слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя, Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру, в Тебя страх пред Тобою, и ожидание суда Божия, благодарю за день, который дал мне святую Библию, и указал на толкование святых отцов, на каноны церкви, как на истину, Аллилуйя, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешнем, благодарю Тебя, мой Ангел, сколько лет Ты защищал и хранил от видимых и невидимых опасностей, Прошу Тебя, мой Ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет раздущаться от тела, и проведи душу ему по мытарствам, и веди ее навеки вечное царство, Христа Бога нашего, Аллилуйя, Ян, креститель, претеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивыми и довольными, никогда не роптать, никому не завидовать, Аллилуйя, воздай милостями всем, кто помогал нам в путешествии, Павла, Зинаиду, Владимира, Валентину, Екатерину, Людмилу, Надежду, Димитрию, ты его знаешь, Господи, благослови, святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, да укрепит Господь на родство, для бы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать, Аллилуйя, молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья и Лисея, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Иосиф, Патриарх, Езранье, Меамос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Илесия, Иаиля, Гей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрих и Порох, Нехе, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода твоего нашего отшествия не засталось не готовыми, истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделанной Духи Святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серопимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Пётр и Павел, евангелисты, Матфея, Марф, Лукаян. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликабр, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеем, онсторок, святых мучеников, Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста, Анпиму, Вениамину, да и веру, И устраши родителей за кое ложное воспитание, Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученицы, Василий Великий, Григорий Богослов, Янгра Таусов, Афанасий Великий, Премсерин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Геодосий, Корнилий, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серапим, Саровский, Антобольский, Антронштадтский, Антшанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. И сохраните, Господь, в святой православной вере. Благослови нас, Господи, чтобы души наши не оказались покинутыми. Но выше на встречу Тебя с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, Соделанных Духи святом с любовью. Аллилуйя! Помилуй, Алексей, помогающих Татьяну, Тамару в открытии музея. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Мастер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилая, Акила, Андроник, Юник, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, задарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость и сохранив от всяческого поругания. и статей не покорилось Галины семейства Евгении, Надежда, Надежда, Святая Анна, Мария Египетская, Юлия, Ирина, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву и воздьяния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятной перед престолом благодати Твоей Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный Господь, прими нашу молитву, любящий наш Отец Небесный, о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Господи, коси сердце Алексея, не дай ему погибнуть, и сына его. Покажи, что дети страдают за родителей. Жалься над ним, Господи, и это обольщение да сойдет с него. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе, Сын и Святой Дух, аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, и ты дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота мою, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, серебролюбия, не дашь тебе. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, якоб благословен я си во веки веку. Аминь. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Господи, слава Тебе, будь милостив ко мне грешному, создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, которым нет числа. Слава словля Твое святое имя, да будет благословен этот день, и мысли наши направь к горнему, защити от всего, что не славит Тебя. Хвала Тебе, Аллилуйя. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любу начали, празднословия, серебролюбия, не дай жми. Дух же целомудрие, смиренно мудрие, терпение и любви, даруй мне работу Твоему. И, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, якоб благословен, и си, веки веков, аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот говорят, а что такое уныние? Я насчитывал, житья святых, потом добротолюбие, это пять томов. Ну, отвечают на эти вопросы. Но не запомнить нельзя ничего. Они начинают разбирать прилог, что к этому содействовало. Это тоже все правильно. Но человеку надо как-то запомнить и сказать. Вот когда их считаешь, я их труды не могу применить нигде. Они просто на полке стоят. Однажды в университете я решил, вот такая есть толковая библия Лопухина называется. Она в трех томах, а на самом деле она из 12 книг. Ну, по четыре как бы книги внутри их. Я едва-едва окончил занятия, два урока и больше даже не стал позориться. Ничего-то никакая буква, откуда происходит. Ну, надо, может быть, где-то. Ну, тут люди собрались, Бога не знают. Лучше толкование, чтобы открыто можно было учить, чем у блаженного Афиапилакта не встречал в жизни. Не знаю. Там Гладков объяснял как-то. И сердце не совсем прилагается. А здесь он брал из всех святых отцов. Поэтому цените это. Вот я вчера обращался к этому. Вот когда вернулся, этот у нас тут был шахматоп Алексей Викторович, и он до дома даже не доехал, и в машине начал скорее говорить. Видно, что сильно его что-то заставляло это делать. Как он был здесь. Как он что говорит. И вот по этому ролику сейчас я выставил второй ролик сегодня утром. Юрий Соболев заходил. Кто-нибудь еще заходите, то прослушайте с вопросами. Все еще до конца не объяснено, почему он так сказал, что ему не понравилось, как. Но встретились по-хорошему и проводили по-хорошему. Окончилось тем, что закрыл вход к нему, как говорят, забанил. Не люблю эти все слова. Он вчера, Сергея Павловича Пупкова. А он его и встречал и на аэродроме, и здесь, и в воскресенье возил. Это очень и очень о многом говорит. Но те, которые вокруг него шабуршат, они этого не видят. Как так? Вот здесь у нас Рустик был. Он уже сколько раз уходил и приходил. Ну, сделал замечание ему Виталий Калиников, что поставь там никакого аватара, а фотографию свою, потому что у нас так принято, чтобы не было нарушаемо. Вот эту букву у кого есть, постарайтесь заменить, чтобы не было. Открыто, хорошо оденьтесь. Ну, как хорошо. Женщина в платке, если мужчина в рубашке с поясом. Мы же ничего такого не просим. И вот, и к этому можете даже прослушать, когда в студии там мы беседуем с ним. И это тоже посмотреть, что непонятно, какие-то вопросы, а почему. И кто-то выйди мне, скажите, ну, в четырех часов по Москве, это утро у них, ну, ночь еще, и до четырех дней, четырех до четырех. В этот промежуток времени дайте знать, зайдите, приготовьте вопросы. Я постараюсь ответить. Вот эти два момента, когда мы сидим в студии, и когда мы, когда он там один начинает комментировать, уже мы счастье осветили. Видите, что? Они пытаются учить церковь, а его сразу же причастили. Вот в этом вся гибель. Они его толкнули к смерти. Не к жизни, а к смерти. Самое опасное, что есть у человека в жизни после обращения к Богу, опасное, это причащение. Нигде не грозит смерть. Ну, не сделал не так, ну, бросил папирос туда и пошел, или что-то еще. А здесь не так. Многие больные немало умирают, кто недостойно причащается. Многие, многие больные. Больницы забиты ими, причастниками. Их кладбище ими заполнено, а поп ходит и торжествует. А все он. Кто не причащался, кто не причащался, он ищет еще кого столкнуть в могилу их болезни. Нет, надо причащаться каждый день, наверное, по пять раз. То есть, ничего не делать, оставаться таким же табакуром. Так этот стоял, он на себе и говорит, этот Алексей, его к причастию подогнали. А я стою, не могу дождаться, когда это кончится, стояние-то. Покурить он не может. Даже у нас было, выскакивал. Он меня-то подвел. У нас правило, что во двор нельзя с папиросами. А он заходил прямо непосредственно в храм. Ну, виноват я. Заранее не предупредил его. А у него, видимо, и не сработало. Какое дело-то? Повторяю, мы встретились по-хорошему и расстались очень по-хорошему. Если он где-то недоволен был, он мог быть недоволен мною, но никак не с Сергеем Павловичем. От Сергея он не слышал ничего. Только вот вопрос, он там о ребенке и говорил. Он на это обиделся. Понятно, обидные слова. Ну да. Не на такой же степени, чтобы за дверь вытолкнуть и дверь захлопнуть. Это что же? Человек как будто на земле не жил. Или которые вокруг него там ходят, шумят, говорят, хвалят. Да их через год ни одного не найдешь. Их нет никого. Им лишь бы было тепло и уютно. Слово уютно прилагают к спасению. Такого безумия даже в ум не приходит никогда. Какое уютно! На тихий ход не рассчитывай. Труден и опасен быть. Много званых, много слова, много, чуть не все. Но мало избранных. А они против слова избранного говорят, как это себе говорить избранный? Да ради избранных дни сократятся. Слово избранный ты посчитай, там сто с лишним раз упоминается. Они этого не знают. А сказать, я грешный и дальше пойти опять прелюбодейку под руку и пошел заваливать лежат. Посмотри маленько. У него-то что? Через него проебилось. Вот это его принимают, священники беседуют и никто ему ничего не говорит. Я гляжу, он сидит так вальяжно у отца Владимира, там руки голые, все на колках. Ну зачем это? Ну к священнику пришел, ну хоть какой-то. Вот из-за меня они его, так сказать, вы не уважаете никого. Да меня чего уважать-то? Кто я? Ну перед тобой священник стоит, но у него этого нету. Я его не осуждаю, просто фиксирую факт. Те, которые вокруг-то него, чего же они ему не подскажут-то? Он их утешает. Гуслиц забавный. И вот он говорит, там найдет, он понял, что особенно где бывает какое-то противостояние и у верующих, большинство-то считают себя верующими, хотя и женщины, говорят, на вторую букву Алфа, это на 90% в храме такие стоят. А люди-то, вот видите, как он не осудил никого, он побыл, интересно смотреть. Ну интересно смотреть, не осуждая Малахов, кто там по телевидению-то показывает, и сколько теперь развелось-то? Блесчин там рассказывает, ну про войну еще где-то, документальные фильмы, тут другое дело, война идет. Но эти-то где, кто развелся, как от учителя 14-летняя забеременела, как его арестовали, и они сидят там в зал набитый. Полно. Видимо, я не знаю, как предупреждают, ни один голоса не подает, кроме того, кому разрешено. И здесь так же, они у него вокруг, а что дальше будет? И раз они недовольны, мы сказали, они к себе это относят, они прям лопаются от злости. Повторяю, где-то за 8 месяцев мне пришлось в черный список занести, заблокировать 9 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру. Кто-то же их направляет, и видно, что оплачиваются. Одни и те же люди непрерывно одно и то же вбрасывают. И вот они касаются. Разве стоит у нас человек и считает Златоуста. В руках Златоуста и считает. Он вышел отца нашего творения, святого Иоанна Златоуста. И в конце аминь. И что можно на эту какой дать? Опять сектанты. Да когда вы перегдохнете, сволочи. И дальше 40 матерков. Я с детьми собираем ягоды. Ну что можно сказать? Это дети, солнечная погода. Все веселые. Нет, матерками, матерками. А что это означает? Что Господь любит нас. Демоны зла вырвались на свободу. И мы должны на это давать совершенно точный ответ, выстрел. Какой молитва? Другого нет. У меня есть такое стихотворение «Не спешите меня хоронить». Бейте только прицельно и точно из псалтыри и из тысячи ружей. Когда я умру, прошу помолиться. об этом стихотворении. Так вот на это. Что шахматов Алексей Викторович в студии говорил? Там один вопрос я не расслышал оказывается. Он спрашивал про Гедеона, а я отвечал про Сергея, Сергея этого, митрополита. Тот и другой архиереи. На какой раз того уже нет. Тот умер с Ставропольским митрополитом Гедеон Докукин был. А это живая связь. Они пытаются разрушить наши добрые отношения с архиереем. На него непрестанно нападают. Они бешеные, сумасшедшие, одержимые. Я не думаю, что он сделал со зла, но то, что, как он говорил, никогда не хотелось. Прямо его слова сейчас я покажу. Вот. Где? Вот здесь. Он пишет. Мне никогда в жизни так не хотелось материться, блудить и сквернословить, как после визита в Барнаул. Никогда в жизни. А ему где-то, наверное, под 50 лет или сколько, 40 с чем, но я не знаю. Но, судя, я гляжу, как под подбородком жилы натянуты, можем подумать, что 60 с полтиной. Никогда в жизни так не хотелось материться. Он даже до дома не доехал и начал говорить, как приехал. Что это такое? Я в жизни встречал всяких преступников, убийц, серийных, и каких только не было, с кем не сидел. Но, чтобы вот так говорить, после беседы они наоборот затихали. Генерал мне пишет, генерал там, начальник милиции Крайбой, и говорит, после ваших бесед моя милиция себя ведет тише. А здесь никогда не хотелось так материться. Блудить из скверностой. То есть, это то, что у него внутри. То есть, всегда хотелось ему, а тут нет. То есть, демоны в нем были заблокированы эти сутки. И сутки эти он должен наверстать. Блудить охота. Почему уже сутки не блужу? Понимаете, о чем речь-то идет здесь? Материться еще. Я целые сутки не матерился. Заблокировали меня здесь. Кто мы? На кого теперь вина? Кого они любят? Ненавидят, говорит, кто приносит свет. Тут за этими словами скрыто так много. Он свернул с дороги и скорее начал говорить и объяснять. Ну, хорошо, что он открыто это говорит. Это положительное качество. Там я говорил об одном священнике, Георгий, он понял, о ком говорил. Я говорю, положительно то, что у него такая жиденькая бороденка там, ну, волосинки буквально. И он их не трогает. Вот как у Чаплина Всеволода. Ну, прям никакая борода совсем. И он ее не трогает. Я говорю, вот это положительное. Я стараюсь в людях найти положительное. У Дворкина у него борода аккуратная такая, сам так выглядит импозантно. Только и всего. Больше-то ничего не могу сказать. И здесь, а у этого что есть? Вот это откровенность. Я сейчас говорю про Шахматова. Откровенность. Когда он говорит, в этом я виновен, в этом там перебирает. Когда после беседы с Владимиром, с отцом Владимиром, вот он там все эти заповеди десять ему переписали подробно. Ну, там вот не убей, он говорит, ну, тут я могу как-то сказать. А когда седьмая началась заповедь, не при любодействии, смотрел ли, виноват, ставит галочку там графа у него, а ему там двенадцать полных страниц. Дальше. Не изменял ли жене? Он сморщился опять, голову запрокинул, виноват. И везде виноват, виноват. И понятно, вот он дух блуда и выходит, где и дети за это страдают. И Сергей-то Павлович спросил, не блудели на житой-то? Это его очень опять тронуло, и он его сразу, не разбирая, хлопнул. Но он же не знает, что будет дальше. Я сейчас, кто его, меня сводил с ним, Вячеслав Семенов, чтобы он, я-то не имею на него прямого выхода, чтобы он его как-то уведомил, чтобы на лето с 10 июня он приехал по Теряевку, там с сыном, там кто у него, есть, нет, кто, не знаю, насколько верный, говорили, что у него там четвертая жена, это, ну как, у Есенина, официально шестая, а не официально шестьдесят шестая. И они, ему это не нравится. Он увидел, то здесь что, вонь какая-то, вонь. Так вонь-то от тебя шла. И вот обниматься, это он хотел, и показывал везде, подходит, обнимается. Я его ни разу не подходил, не обнимал, но раз обнимает, я руки назад не закидывал. И он теперь и это говорит. Там, я не знаю, правильно ли это, он меня Вонючка назвал. Ужас какой. Это вообще хулиган. Самый настоящий хулиган, небитый. Какой? У нас все прекрасно смотреть-то, как ангелы сидят. Ладан был, он прям после службы сразу побежал с Сергеем тут Каби ближе покурить. И, так от тебя же воняло. А дальше-то какая вонь-то шла? Только от тебя, ни от кого. И он перекинул на нас, какая тут вонь могла быть. Зашли люди из храма, сидели, говорили. Отдельно я с ним нигде не был. Отдельно беседовать где-то. Если от меня, ну а где она могла быть так, прошибить-то его. Лежать я с ним не лежал. На улице, так от Сергея там больше собаками пахнет. Ну, то есть глупость. Сморозил такую глупость, а что, показать. Какой он чистенький, какой хороший. И как его истомила вот эта вонь. А вонь одна тут вчера выставила, с артистомом Валентина-то. Вот об этом и говорит апостол Павел. Мы, для одних, запах живительный на жизнь, а других смертоносный на смерть. И он этот запах очень хорошо почувствовал. Разница. Он нигде этого не видел. Он сидел за голову, взялся на занятиях. Я говорю, что у тебя в бурдюк-то ничего не влазит здесь. Ничего не запоминаю. Я не могу понять, ни одно евангельское слово к нему не пристало. У него душа, одержимая демонами. Плененная в ужаснейшем состоянии. И вот вдруг, он везде там, Алексей, да молодец, и вдруг он в каком свете-то высветился себя здесь-то. А Сергей об этом говорит. И он понимает, он будет сейчас всех блокировать. Дай Бог, чтобы не стал врагом, иначе Бог просто рога с головой отшибет им им все. А вы говорите, вы пострадали. Вон, в фильме есть Златовусов-Потеряевки. Местные были благочины, и два священника стоят. Против меня он гордый, гордыня прелесть. То есть, в чем они утопают, они на меня вешали. Ни одного нету, давно уже нету. Ни одного. Поле чистое. Выступали Московский Концомолец на Алтай. Кого зарезанного, кого пораненого, ни одного нету. С работы всех повыгоняли. Я и говорю, почему не должен говорить. Считай 108-й псалом. А, вы угрожаете, угрожаете. На суде один был. Ваша честь в суде говорит. Вот, у меня дядя приезжал в Потеряевку, там, они дом продавать хотели, это Саманный, который называется, никто не брал, она ко мне пришла, и его вдова, осталась, Людмила. Ну, куда я, ну, хоть кто-нибудь, хоть сколько-нибудь, ну, я купил у них, они по неволе ко мне пришли. Вот, я это все вспоминаю, и говорю, что надо помнить последний день. И когда сказал, о смерти он слышать не хочет. Я привожу ему место, но мест 78, я ему привел, ни одного не воспринял, ни одного. Библия для него враг. Каноны свои, ненавистные. А вот эти вокруг, которые называются православными, я не хочу это слово псевдоправославное называть, называемое православными, и им, как раз, это то, что надо. И священник, это его ни один не обречит. А тут он наткнулся на то, притом мы не умышленно это делали, а, естественно, говорили, его отношение, вот эта блокировка, это объяснили. Но, однако, что ты был здесь, ты пил, ел, тебя приняли, ты разговаривал, тебе все желаемое ты получил, хотя я его сюда не звал, переписки с ним не было, ни одной буквы ему указаний не давал. Благодарность у него высказал, сначала сказал, а потом все затер опять. Как говорится, замазал тем, что ниже рта. Это не годится. И поэтому, у кого есть желание расспросить, подробности какие, еще раз прослушайте и выйдите на меня. Мне разницы нет, кто женщина или мужчина, брат или сестра. Отошел. Спасибо, Христос, Богу. Спаси, Христос. Спасибо, Христос, Бога. Что там? Сергея-то нет, у нас же продолжение там. У вас что, Сергея-то не найдете или как? Найти его надо, чтобы продолжили дальше-то. Он что читал там о церкви или о священстве? О-хо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так до Пасхи будет до субботы Я думаю, и так субботы свободно еще Ну, кто-то в храм идет Наут, это утренняя молитва Так, все, пока, отошел Спасибо, Христос Потихоньку Слава Что, Сергей, люди-то разошлись уже все Что-то и Сергей вышел, наверное, все на сегодня Ну, все, наверное, спаси Христос Спаси Христос всех Оля, ты приедешь на Пасху, так нам нет Оля, ты ушла уже, да? Так, все, наверное, все Так, все, наверное, все Так, все, наверное, все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok